Всем привет, ребята! Сегодня рассмотрим, как всегда, биткоин и, в принципе, у меня основной сейчас акцент будет на альткоинах. Разберем некоторые альткоины интересные, посмотрим глобально, какие у них цели, да, если держим спот, докуда можно держать спот. Также, в принципе, какие-то могут быть фьючерсные идеи, но это сейчас все нужно быть крайне аккуратным. Если вы впервые смотрите мой канал, ребята, у меня в описании ссылки на мои плейлисты с обучающими материалами о техническому анализу. Поэтому переходите, смотрите, бесплатно обучайтесь, я не беру за что деньги. Также в описании ссылка на биржу Bybit с бонусами до 30 тысяч долларов на первое пополнение. Переходите, если вы еще где-то не зарегистрированы, торгуйте на топовых биржах. Топовые биржи это у нас Bybit и, в принципе, Binance. У меня здесь открыт биткоин, но давайте сразу перейдем к важным графикам. Это Total и более подробнее потом остановимся на Total 2 именно, потому что нас интересуют уже альткоины. Давайте возьмем недельный таймфрейм. В общем, здесь цель по Total у меня примерно 3,5 триллиона долларов. Не знаю, вот в принципе, я думаю, это вполне достижимая смена. Конечно же, там может пойти 3,7. Ну, то есть, первая цель консервативная 3,5. Ну да, в принципе, тут 3,8 даже сказать можно. Чтобы сейчас началось движение, в принципе, вот у нас прошлый Atomheim уже начинает пробиваться. Важно, чтобы мы сейчас пробились и закрепились на дневном таймфрейме. Тогда, в принципе, у нас будет движение более не менее активное. Да, возможен откат, но, в принципе, у нас открывается уже свободный полет. Нам сейчас задача закреплится выше 3 триллионов долларов. Тогда мы увидим, скорее всего, оживление тоже альткоинов. Но важнее всего средства для альткоинов нам Total 2. Для альткоинов нам очень важно, чтобы Total 2 преодолел уровень 1,27 триллиона. Если Total 2 преодолевает этот уровень, тогда у нас, естественно, альта начнет более активное движение и, наконец-то, выйдет в свою зону накопления. Потому что многие монеты до сих пор болтаются в каких-то таких узких зон накопления, практически на донных значениях. И мы все уже ожидаем, где вот этот вот выход. Поэтому, как только мы на дневке сейчас закрепляемся выше этого уровня, тогда у нас, скорее всего, сразу будет быстрое движение 1,5 триллиона. А вообще, в принципе, ожидаемо возврат к предыдущим значениям. Это 1,7 триллиона долларов. То есть, нас здесь открывается именно такое классное движение. Именно в этот момент нас порадуют альткоины. Поэтому смотрим за этим графиком. Но, тем не менее, у нас здесь может быть какая-то, видите, консолидация начинается. Скорее всего, бывает такое, что да, вот мы сейчас вот так вот поболтаемся здесь. Подожмемся к этому уровню, в принципе, и дальше увидим пробой. И обычно это происходит так. Какую-то коррекцию сюда я, в принципе, уже не жду, да, триллиону долларов. Я думаю, ну, может быть, какое-то небольшое коррекционное движение, да, вот типа вот такого флага будем сейчас отрисовывать. Ну, что-то такое серьезное, скорее всего, под дампа конкретного, коронадампа, мы не увидим, ребята. И, в общем, по айте нам важно преодоление этого важного уровня. И после чего мы увидим отличный рост на альткоинах. Поэтому смотрим за ним. USDT доминация. Здесь все очень просто. Нам нужно, чтобы USDT доминация провалилась под эту трендовую линию. Как только доминация провалится, это будет говорить о том, что сейчас нас ждет очень классное движение на криптовалютном рынке. Здесь, естественно, после того, как мы провалимся, скорее всего, да, будет какой-то ретест. Это и будет коррекция на криптовалютном рынке. Ну, а дальше вообще глобальные цели USDT доминация. Это возврат 2,5-2% сюда. Это, естественно, будет пик альткоин сезона. Тем не менее, я не исключаю того, что мы сейчас отсюда можем взять и USDT доминация отскочит. 4,7% вот сюда к уровню, да. В принципе, это тоже такой ожидаемый вариант. Он может случиться, поэтому нужно быть крайне аккуратным. И на таком движении альта может немного сквизнуть довольно-таки низко. Как минимум, фьючерсные какие-то стоп-позиции она повыбивает. В общем, глобально нам нужно USDT доминация снижения вниз. Ну и биткоин доминация, так же самое. Это важный показатель альткоин сезона, в принципе. Если USDT доминация сейчас будет снижаться к этой трендовой линии, на альте уже будут неплохие движения вверх. В случае пробития этой трендовой линии вниз, естественно, это уже будет заменовать о том, что начался альткоин сезон. И в течение 3-5 месяцев, скорее всего, этот весь праздник будет происходить. Получается март, я думаю, март, может апрель максимум. Скорее всего, где-то до марта. То есть это все дело будет у нас продолжаться. Перед тем, как мы перейдем к альткоинам, давайте посмотрим биткоин по биткоину. Здесь есть вот такая трендовая линия. Биткоин ее все-таки вниз пробил, оттестировал. И сейчас тут опять заминка происходит. Тем не менее, у нас есть вот такой канал можно построить локальный. И может, да, биткоин сейчас вот так вот узко здесь ходить. Сейчас вверх, опять сюда. То есть вот такое вот будет движение какое-то. Подход к 100 тысячам, да. И потом, естественно, пробитие 100 тысяч и уход выше. С прошлого видео я говорил, что, в принципе, мои цели здесь. Он там хая по биткоину, это 120-140 тысяч где-то нужно будет смотреть. Ну, выше 120-ти, наверное, точно будет, да. Важно вообще после того, как биткоин пробьет 100 тысячную отметку. У нас на рынке, скорее всего, эйфория будет появляться более серьезно. Да, и вот именно 120-140 тысяч, скорее всего, где-то там биткоин будет рисовать пик. Будет какое-то замедление у нас и идти распределение, соответственно. Локальный слом структуры на 4-х часовом таймфрейме. Это у нас отметка 85-100 сейчас. Если биткоин сейчас установит новый максимум, тогда у нас эта отметка передвинется вот сюда. 86-700, то есть имейте это в виду. Пока биткоин удерживает вот этот локальный восходящий канал, то, в принципе, ничего опасаться не нужно. И важно не шортите, ребята, не шортите. Даже если там что-то будет коррекция, хрен с ней. Светочьтесь на том, чтобы искать лонг-позиции. Это лучше всего. Тем не менее, я сейчас локально сказал, я ожидаю все-таки 96 тысяч где-то, да. Здесь может быть какая-то игра. Может опять какая-то консолидация вот здесь будет идти. В общем, пускай биткоин, в принципе, притормозит, если честно. Сейчас начинают майнеры немного продавать битки. То есть понемногу уже капитал уходит в альткоины. То есть заряжает альткоины. И я думаю, скоро мы увидим позитив на альте. Поэтому смотрим. Тем не менее, даже если биткоин тут сделает коррекционное движение, первый интересный уровень это 83 тысячи. А вообще 80 тысяч долларов, если вдруг будет такой более глубокий, да. Макание, макание лок-позиции. То есть имейте это в виду. Но я думаю, как правило, когда начинает сильное бычье движение, у нас уже 0.3 уровень очень сильно отрабатывает. Как раз это будет перелом вот этого минимума. Важный, за которым уже скопилось огромное количество стоп-лоссов. Поэтому это тоже такое нормальное явление, когда у нас биткоин начинает, да, вот такое движение. Потом заходит за важный вот этот минимум. Быстро откуп, буквально моментальный. И мы уходим выше. То есть буквально сбор ликвидности, да. Лишние лонг-позиции сгребаются. И цена уходит. Поэтому отметка 83 тысячи долларов, да. Если биткоин сюда падает, можно пробовать лонг-позиции, ребята. Я бы не ожидал по биткоину какое-то там супер падение, да. Ниже 80 тысяч, я думаю, нет. То есть нет смысла, абсолютно нет смысла так сильно опускать. Потому что будет опять тяжело его, то есть, сунуть, тянуть это все вверх. Переходим к альткоинам, ребята. И посмотрим пару альткоинов, которые вы написали в комментариях. Я рассмотрю. Ну и дальше некоторые альткоины, которые по своему усмотрению вижу какой-то в них интерес, перспективу, да. На самом деле самая большая проблема сейчас найти альткоин, который будет первым пампиться, да. То есть самая большая проблема, когда вот ты покупаешь какую-то альту. И получается, что все растет, кроме того, что ты купил, да. С таким сталкивается каждый. И даже в прошлом сезоне, да, я помню, я купил атом. И вот, зараза, тот атом я просидел полтора месяца, он там просто в диапазоне плюс-минус 10% ходил. И вообще там все стреляет. В итоге я тот атом продал немного в маленький минус. Как это там минус 3,5-4%. Но суть такое, что я, то есть, просидел, блядь, да, деньги залогов, тот атом сраный, он не рос. То есть, чтобы такого не было, то диверсифицируйтесь, да, покупайте несколько монет. Конечно, спот там сразу монет 10 примерно. Оптимально 10-15 монет можно запросто контролировать, держать. А в фьючерсной позиции смотрите, ну, аккуратно тоже много не набирайте. Но пускай будет 2-4 позиции аккуратно, да, разные монеты. И те монеты, которые быстро отпампятся, чтобы вы могли продать и, да, сразу сконцентрироваться на тех монетах, которые еще не отстреляли. Поэтому, если у вас есть даже небольшой бюджет, и часто многие, вот, хочу я эту монету купить, бам, там, все, блядь, там, 1000 долларов в одну монету. Не распределите вот эту 1000 долларов на 4 монеты. И, поверьте, вы увидите, что какая-то монета отстреляет, вы уже продадите ее и сможете новую купить. А что-то у вас будет в профселе все-таки лежать, да, он будет под самый конец литкоин сезона может отстрелять. Поэтому, чтобы вы не замораживали, да, свои деньги, старайтесь лучше покупать больше монет. Начнем сейчас с шибы. Попросили, да, здесь, конечно же, я видел отличную трендовую линию, когда она начинала пробивать. Но я, конечно, не ожидал, что тут за две недельные свечи мы увидим практически, да, поглощение половины всего вот этого нисходящего медвежьего тренда. Шиба у нас корректировался, четко оттестировала уровни и сейчас показывает рост. В общем, глобально, да, если кто держит шибу, там, покупал, или вот в этой консолидации снизу, да, еще, или даже вот после этой коррекции, я бы держал шибу, первая вот отметка, золотое сечение. Смотрите сами, тут куча нулей, 56. Я думаю, что, в принципе, можно какую-то часть даже попробовать подержать до 70, да, нули, нули, 70. Я думаю, что, в принципе, да, она такая волатильная, будет интересная. Но, тем не менее, я не ожидаю перебития Altom High, скорее всего, вряд ли. Ну вот, золотое сечение, я думаю, она смело сюда дорастет. Вот, прям, думаю, смело. Потому что практически 50% уже мы увидели до касания, ну, золотое сечение как минимум, а, возможно, 0,7 уровень можно смело подержать. Вот, к этой консолидации, да, вот эта вот недельная свеча. В принципе, сюда можно попробовать подержать часть какую-то оставить, да. Тем не менее, лучше фиксироваться частями. Вот даже сейчас вернется 0,5 уровень, все равно что-то бы лучше зафиксировать. Да, если будет какой-то откат, вы просто можете передобрать эту же небольшую позицию и попробовать дотянуть там золотое сечение. Ну, ну, то есть, степ-бай-степ. Локальная ситуация. Нам желательно, чтобы Шиба, она поджалась, пробила вот этот уровень важным. Дальше тогда откроется сразу поход 0,5. Ну, и здесь смотрим, даже какая-то коррекция, то золотое сечение. Уровень тут и по Фибе золотое сечение, видите? Поэтому первое сопротивление, это у нас серьезное здесь. И дальше, если мы увидим, Шиба будет поджиматься к этому уровню, тогда стопроцентно мы увидим пробой, и там уже по-любому перехай будет. В общем, это важный отметок. Если вдруг на рынке сейчас будет какая-то коррекция, да, скорее, вряд ли Шиба обновит вот этот уровень, но возврат куда-то вот локально, вот к этим отметкам, такое возможно. В принципе, если будет откат, можно попробовать передобрать сюда где-то со стоп-лоссом за эти минимумы. То есть, можно рискнуть, то есть, подержать. В остальном все, если лучше всего, конечно же, на споте покупать и спокойненько держать и без всяких юшесов. Поэтому вот мой такой совет. Если прямо аж горит, а вы хотите купить, не самые лучшие отметки сейчас покупать, да, хотя бы какую-то коррекцию, хотя бы вот к этому шпилю вот сюда, да, если цена спустится, то можно, в принципе, набирать, если у вас нет. Если есть у вас Шиба, вы просто спокойненько держите и, в принципе, не паритесь. Ваше время еще не пришло. Просили меня рассмотреть монетку LDO. Монета, в принципе, молодая. Не очень такое люблю, потому что нету истории и очень тяжело цели ставить, да, потому что у нас еще здесь 4X, да, если там снизу доллар, верхняя граница, это 4 доллара, и то чуть-чуть не дотягивает. То есть всего 4 доллара, такой диапазон боковой. Цена идет такой небольшой канал восходящий, да, мы, в принципе, на дне сидим. Поэтому я не знаю сейчас о проектах, я не знаю абсолютно, я просто смотрю графики. Если есть какой-то фундаментал, да, и будут какие-то интересные новости о проекте положительные, то, в принципе, на основе фундаментала эта монетка может стрельнуть довольно-таки высоко. Я думаю, 7, сюда 7,5 долларов, в принципе, такое возможно. Потому что от нижних значений, да, если взять сейчас 100 доллар, а где-то хаи будут 7, 7,8 даже, да, в принципе, это всего 8 иксов, 7,8 иксов. В принципе, это нормально, да, если мы меряем с донных значений. Поэтому вполне такая отметка, она вот 7 долларов, да, может дорасти. Тем не менее, нужно смотреть, что будет происходить. Важно, конечно же, монете преодолеть 4 доллара, да, и дальше, если будет выход, естественно, там движение будет ускорено, волатильность, то есть, будет повышенной. Тем не менее, первый сильный уровень золотое сечение, вот мы видим, это 2,8 долларов. Если в случае позитива, я думаю, будет здесь быстрый выход, в принципе, может быть быстрый выход, да, и здесь смотрим. Если видим поджатие, тогда это будет говорить о том, что уровень этот будет пробит, и дальше у нас предыдущий максимум. Ну, а здесь тоже ожидаемо увидеть коррекцию поджим, и, естественно, выход выше. То есть, я думаю, будет что-то такое. Тем не менее, на спот, на спот сейчас можно все, ну, практически, за исключением каких-то не нужно покупать соланы, которые, да, уже там на хаях собирается перебивать максимум. Смотрите, есть куча монет, которые вот так на дне лежат, их и покупайте, вы каких-то 5 иксов, я думаю, точно сделаете, да, запросто. Поэтому LDO, молодой интересный проект, что-то все покажет на какой-то сезоне, если, конечно же, сам проект не скамкал полнейший, да, и он, то есть, не загнется. Итак, как цели меряем, я просто, нисходящий импульс, смотрим расширение по FIB на 1,6, 2 и там 2,618, в принципе, вот цели. Так же самое можно отложить высоту проторговки, да, какого диапазона в случае выхода вверх, в принципе, такая логичная цель тоже 7,5 долларов. Поэтому у нас здесь расширение по FIB 2, у нас здесь высота проторговки тоже, в принципе, логично, да, и в соотношении процентов, да, прибыли здесь, в принципе, логично монете дорасти 7-8 долларов. Такая консервативно нормальная цель. Следующая монета, то, если честно, здесь вот был такой, как бы, нисходящий треугольник. Я ожидал, думал, что мы, в принципе, можем вернуться сюда, к 3 баксам, честно сговорил. Но ситуация такая, что мы видим трендовую линию, и тон ее пробивает уже, в принципе. Прошлая неделя закрепилась, видите, как на пробитии трендово, и сейчас, в следующей неделе, открылась она уже выше. Как бы технически это говорит о том, что у нас открывается поход выше. Вот у нас есть первый уровень, 6,2, грубо говоря. Есть второй уровень, 7,2. Ну и есть Altam High, да, перебить Altam High. Поэтому я, в принципе, в телеге дал тоже сетап. Я пробую фьючерсы здесь, небольшая сделка. Но, как бы, я сказал, стоп, вот 5 долларов, стоп. Я готов взять небольшой риск, но с целью, да, перебить Altam High. В принципе, реализуемо. Технические стороны мы пробиваем трендовую, плюс тон сам по себе. Ну, телеграмм, хайповый проект. И все то, что хайповое, то, что проекты, за которыми стоят хайповые люди, я думаю, что Тона есть все шансы пойти выше этого там хая. Сейчас, естественно, я думаю, 10-12 долларов, где-то туда запросто проект может уйти. Лучше всего я всегда советую покупать спот. Можно прям взять по рынку, купить спот. Даже если будет какая-то коррекция, ну, хрен, можно, да, оставить какой-то небольшой объем. То есть, если докупить. Даже если не будет денег докупить, блин, оно все равно вырастет. 25-й год, блин, с 99% вероятности будет Altcoin сезон, оно по-любому вырастет. Поэтому, если вы сейчас купите, у вас будут лучшие значения тех, кто покупал год или два назад. Они сейчас сидят до сих пор в убытках. Но это, конечно, не за тон, да, это в общем, говорю. Те, кто, конечно же, два года назад покупал тон, они очень круто сейчас держат. А в общем, если взять криптовалютный рынок, многие те, кто покупал один-два года назад, они сидят по многим монетам в убытке. Я так же самое. Поэтому сейчас купить, это отличное решение. По индикаторам, смотрите, магний, дневной таймфрейм, у нас сигнальная линия магний, они уже выше медианы, да, нулевого уровня. Это говорит о том, что, в принципе, на бычьей стороне они... Ироссия у нас не зашел еще даже в зону перекупленности, видите. То есть, когда Ироссия будет выше 70, это даже, в принципе, бычий такой сигнал. Но сейчас говорить о какой-то серьезной коррекции вряд ли бы. Ну и стахастик, в принципе, тоже может еще расти. Поэтому тут даже надмивки тоже неплохая ситуация. Даже если будет коррекция, мы можем просто оттестировать сюда где-то, да. В самом плохом случае, какой-то более глубокий ретест может быть. Но пока что вижу только вверх. Тем не менее, в общем, сетап пробую на фьючерсах. 105 долларов у меня стоит. Я тут прям плюс-минус. Она чуть-чуть сейчас выше моей точки входа, но не насильно. Следующая монетка, тот же, ноткоин. В принципе, плюс-минус то же самое. Здесь интересный график, да. Если мы видим тонкоин, он уже довольно-таки серьезный отрост. Там с 1,5-2 долларов, да. То он ноткоин у нас показывает только нисходящее движение. И никакого роста еще вообще не было. Мы видим у нас здесь понижающийся максимум. И они интересного. Такой дугой можно проложить. А сейчас у нас, обратите внимание, локально есть лом-структуры. Вот у нас, раз, видите, минимумы, максимум понижаются. И здесь у нас, раз, цена обновила вот этот максимум. Да, и, соответственно, сделала коррекцию уже. 50% здесь есть. И, по идее, мы должны идти только выше, ребята. То есть, по идее, только выше. Здесь тоже мы видим консолидацию такую. Суженная волатильность, консолидация, да. Это говорит о том, что, скорее всего, дальше продолжение роста. То есть, заходной импульс у нас идет первый. Раз, два, да. И, то есть, там, третья волна. Примерно, то есть, вот так пойдет. Скорее всего, сейчас мы увидим обновление вот этих вот максимумов. Скорее всего, снятие будет импульсивное. Импульсивное на повышенной волатильности. Поэтому наблюдаем. Интересно. Я вот сейчас его еще не покупал ни спот, ни фьючерсы. Мне просто фьючерсы еще пара позиции открыты. Я буду смотреть. Возможно, я что-то закрою. И, в принципе, мне тон тоже интересный. Ой, ноткоин интересен, как и тон. Целя глобально, смотрите. Он, на самом деле, если взять примерно донные значения, там, семь тысячных, да, предыдущий максимум, там, грубо говоря, три цента, три цента, да. У нас здесь всего триста пятнадцать процентов. На вскидку, так, монеты семь-десять иксов делают. Семь-десять иксов, это у нас, блин, это у нас пятьдесят шестьдесят шесть центов, да, шесть-семь центов, блин. В случае, шесть-семь центов, я, честно, не знаю. Или, возможно, такой памп рост, да. То есть, в принципе, все возможно, хрен его знает. Так бы, чтобы держать, я говорил, так, чтобы держать монету, я сказал бы сейчас, держите строго до семи процентов. Ну, нет, так нельзя делать. Консервативно, максимум, она, скорее всего, три цента точно обновит. С большой вероятностью. Сильный уровень зоны сопротивления у нас семнадцать тысячных. То есть, скорее всего, мы увидим какой-то памп, быстрый подход сюда, да. Здесь желательно бы увидеть поджатие. И после чего, в принципе, у нас открывается только сюда обновление максимумов уже сразу. Ну, то есть, в общем, в будущем, скорее всего, мы потом увидим, ой, по ноткоину, чем не постоянно тон. Ну, вот, коин, то есть, в принципе, мы увидим интересное такое серьезное памповое движение. В общем, понаблюдайте за монеткой. Вот, вообще, можно смело прям взять, да. Если не умеете торговать фьючерсы, игрую, всегда лучше спот. Короче, самая лучшая тема – это спот. Потому что, даже когда идет какая-то просадка, коррекция на споте, да, у вас куплена монета, вам вообще, как правило, пофиг. Да, там просадка бывает, может, чуть-чуть, ну, я, в принципе, не напрягаюсь. Мне по барабану вообще, если там на споте просадка, мне пофиг полностью. А вот на фьючерсах ты будешь открывать, постоянно смотреть, у тебя фандинг жрет, у тебя, да, ты в просадке сидишь, плюс есть какая-то цена ликвидация. Стоп, то есть, ты напрягаешься постоянно. А на споте лучшее решение. Тем не менее, те, кто шарит торговать фьючерсы, набирайте аккуратно с минимальными плечами. Или без плечей, или там 2 или 3x плечо, да, вы можете, например, сейчас взяли немного. В случае, если все-таки будет коррекция, просто добрали монету, да, может, даже, ну, кто умеет торговать без стопа, да, но, тем не менее, у вас плечи тогда должны быть или без плечей, или минимальные 2-3, и с добавлением, и с таким серьезным удержанием, прям, пару месяцев, если нужно посидеть в монете. В общем, рассмотрите, нот, следующая монетка, эйп, кстати, у меня сейчас тут нот, эйп, шиба, да, я сейчас смотрю, такие немного щиткоины. Фишка в том, что зачастую вот такие вот монеты, да, хайповые монеты, в них, как правило, сейчас больше всего бабла. Почему бабла? Потому что люди любят торговать вот такие мемкоины, да, поэтому здесь может быть быстрее всего прилив денег, чем в какой-то там дот или атом, да. Люди не хотят, сидят долго, люди хотят быстро денег, поэтому, как правило, первые деньги, они идут в какие-то альткоины, естественно, ой, в мемкоины, и они, естественно, быстрее пампятся. Поэтому, чтобы не сидеть в доте или в атоме, там, до потери пульса, до окончания сезона, да, можно, естественно, небольшой бюджет, в любом случае, сосредоточить на мемкоине, но мемкоины лучше выбирать топовые, да, то, что есть на топовых биржах. Не советую торговать говно, которого нету даже на байбите или бинансе, на каких-то, да, блин, юнисвапах и так далее, поэтому, потому что может быть очень большое количество лохотронов, разводов и так далее. Тоже на хайпе, но, как видите, здесь было пока что только такое нисходящее движение, клин, кстати, похоже, чем-то шиба. Мы сейчас пробиваем клин, раз, два, три, тут у нас четыре минимума, да, в принципе, было такое обновление, уже закругление идет. И, в принципе, как шиба, здесь мы можем увидеть просто быстрый пам с выходом, да, я думаю, сразу вот сюда вот, к этому блоку 7 баксов, то есть это может быть, ну, в принципе, ни одной свечой там недельной, но, тем не менее, мы можем увидеть быстрое движение здесь. Дальше, что самое интересное, если сейчас взять монетку примерно по текущему значению, 1,1 доллара, да, и натянуть к уровню, к которому обычно приходит все говнище на рынке, 0,3, это у нас 10 баксов, у нас здесь уже 800-900%, то есть 89x уже, то есть вы понимаете? Если сейчас по маркету взять на споте, консервативные цели, это 10 долларов, монета сюда, скорее всего, придет. Интересная монета, в общем, есть клин нисходящий, пробита, тестирована, я думаю, тут тоже может пойти хороший рост. В общем, 0,5-0,6 уровень, в принципе, может сюда прийти, это у нас 14-17 долларов, ну, то есть, в общем, на споте, если были спот, да, я бы уже 10 долларов активно фиксировал часть, часть 0,5, часть составлял и маленькую часть на золотое сечение, то есть я бы не рассчитывал такого, что монета пойдет на 27-28 долларов и выше, то есть губу сразу так сильно не раскатывайте. Если на рынке мы увидим коррекцию и Ape, он где-то сюда отпустится, 70 центов, я думаю, я буду думать ее подобрать уж точно смело. На недельном тайм-фрейме индикаторы лонговые, ребята, RSI выше 50%, стахастик так же самое, вот, пытается, да, закруглиться, в принципе, у него волна роста еще не окончена. Ну и так же самое у нас MACD, он, конечно же, еще находится под нулевым уровнем скользящий, да, но если неделя-две мы увидим заход скользящих выше медианы, то, в принципе, будет такое серьезное волатильное движение в пользу быков. Следующая монетка это оптимизм, видите, моя средняя цена покупки это спот, вот, пожалуйста, 2,5 доллара, то есть, видите, я в посадке. Тем не менее, я вообще не волнуюсь. По оптимизму, в общем, интересная формация у нас, такой расширяющийся клин, и мы видим снизу в распиле, недельный тайм-фрейм, блин, здесь только вот лонг, RSI стахастик, ожидается хорошее движение, RSI вообще особо еще не рос. В общем, ожидаю хорошее движение по монете, сильная зона сопротивления, это у нас 3,4 доллара, я думаю, сюда монета быстро может сейчас на первом каком-то пампе, да, как только у нас будет более-менее позитив, альта пойдет, я думаю, здесь будет быстрый выход, в принципе, сюда к 0,5 уровню, здесь ожидаемо тоже сотреть какое-то поджатие, тогда сразу дальше, в принципе, выход у нас только к Altam High, я думаю, что, в принципе, верхняя граница этой трендовой линии, 6 долларов, в принципе, она достижима, тем не менее, я какую-то часть уже буду фиксировать при Altam High, да, 5 долларов, смотреть, что там импульс пойдет, буду часть, естественно, крейт, дальше буду смотреть уже, если цена быстро придет к верхней трендовой линии, скорее всего, я буду готов все закрыть, всю позицию, да, сейчас интересная консолидация, мы видим пониженная волатильность сейчас идет, волатильность очень низкая, и дальше я, скорее всего, буду ожидать интересное движение, важно, чтобы сейчас цена вышла выше 2 долларов, да, на импульсе, сюда 2,5 доллара, и, в принципе, это будет говорить о том, что все начинается движение, любой откат к этим уровням, можно будет подбирать, ну, естественно, держать монету, я думаю, даже на фьючерах готов прям серьезно подержать монету, в случае какой-то серьезной, там, более-менее, коррекции по биткоину, да, на рынке, ну, тогда монета может обновить вот этот вот минимум, я думаю, она точно обновит, но в этом случае, тогда, да, если монета будет 1,2 доллара плюс-минус, можно будет докупить, докупить или, возможно, там фьючерсы рассмотреть, да, с теми же целями. Это все на сегодня, ребята, обязательно пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк, пишите в комментариях, какие монеты на следующий раз рассмотреть, я их обязательно возьму в список свой, и я вам желаю удачи, не ликвидироваться и терпения, скоро будет альцезон, скоро будет все хорошо, всем пока.